Сегодня в нашем выпуске. Кто смог составить конкуренцию Артему Тайнову? Так кто же сильнее, Алижан Муратов или Артем Тайнов? Смог бы Игорь Грушников так же удачно выступить на турнире АМС, как и Абдулла Эльдаров? Кто смог стать чемпионом первенства России, да еще и победив за кулисами самого Акимба? Вот этот парень Артем Игнатов с нами из Тверской области. Финал. Я в шоке, с этого парня занимается полтора года, как и я. Но машина, я его сдвинуть не могу. Как выступил на главных соревнованиях страны самый сильный школьник. И самые интересные схватки самого многочисленного в истории первенства России. Спонсор выпуска – компания «Сила Руков». Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими-многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании «Сила Руков» можно заказать на сайте силаруков.рф. Есть доставка по России. Также у компании «Сила Руков» есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин «Москвит». Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Количество участников на прошедшем совсем недавно первенстве России просто зашкаливало. Около 900 участников со всех регионов России. Я за каждым поединком наблюдал с большим интересом. Каждый из спортсменов приехал сюда только за победой. И каждый, несомненно, был достоин ее. Но это спорт. И один из двух спортсменов, который выходит к столу, неизбежно должен проиграть. Кто-то сегодня будет праздновать победу, а кто-то, переборов горечь поражения, найдет в себе силы вновь штурмовать ту заветную вершину, которая пока ему не покорилась. Но я уверен, что ни один из них не опустит рук. Ведь здесь собрались бойцы, у которых не только сильные руки, но сильный характер. Ведь у них в наставниках люди, на которых они равняются и берут с них пример. А эти люди никогда не сдаются. С Белгородской области у нас 9 человек приехало. В основном все приехали как дебютанты, будут выступать впервые. Для них это, конечно, неоценимый опыт. Вчера выступили, половина выступала на левую руку. В основном все с 16-18 в середине, без 37-8 человек. Призоров нету, но буду надеяться, что сегодня будет. У некоторых правая сильнее, будут на правую выступать сегодня. Какой у вас YouTube-канал? YouTube-канал, он в основном для новичков арбессиков я учу. Как правильно по-россову вам какие-то... Как вы называете? Называется «Рустим 31». А где огнедустам? Один из таких наставников команды из Крыма – Артем Тайнов. Хоть в зале было шумно, но не взять интервью у обладателя сразу двух чемпионских поясов самых престижных турниров мира мы не могли. Нет, я хочу полностью стопать и в ММС, и в ИС-20, потому что, в принципе, в ближайшие юные поколения, я хочу подтверждать свой титул в ММС. И также я хочу правую руку еще на ИС-20 показать, что... Потому что, в принципе, у меня сейчас очень хороший ход на ИС-20, я думаю, там хорошее сопротивление всем будет топовым спортсменам, по-другому, спецгалами, поэтому в данный момент выступаю в обоих промоушенах и буду выступать. Пока планирую так. Угу левой руки, честно, ну, боятся в спортсменах. Я с Мухалой приглашаюся, Галимирная, Зидя, Саватана, Зираса. Как в ответ, я замерюсь, Геннадь Кемоврюк, буду право рубить, причем бороться с полу. Другой, я с Мухалой приглашаюся, Саватан Сергей, Алёша, Нигериней. И с Твестом. Третье место. Почувствую побороться, если получится, вот в июле, либо в сентябре на Хвате, либо на Дис-Вест, либо на Геннадь Кемоврюк. Делать все, потом уже будет, скорее, с Геннадь Кемоврюк, в общем, с Геннадь Кемоврюк, будет Зарикешвили с Сашом, титулный поединок на правую руку. Ну, и, конечно, хотелось бы в дальнейшем вопросе с Геннадь Кемоврюк. Не могу говорить, потому что Кома очень сильная. Зарикешвили идеальный, хороший верх. Сашел, сильный круговик. Молодой же Печеннадь Кемоврюк. Это будет интересно. Наблюдаем. Более, наверное, больше за Сашел. Сашел, поединок, был ли, как бы, он был нефигольный, сбегалил, но не могу сказать, что он был в плохой форме, потому что в очень сильной, хорошей подготовленной форме приехал Лизан Буратов. Первый стол, победитель, название. Первый столб. Это Европа, это первые игры в категории 100 плюс 100, ну, 110 категории тяжи, поэтому феноменальный человек. Хотелось бы, на самом деле, на Европе вместе бороться, но не сейчас, лучше попозже понимаешь, что надо еще подготовиться. Не могли мы и не взять интервью у ветерана нашего спорта, трехкратного чемпиона Европы и двухкратного чемпиона мира Игоря Грушникова. Игорь, не хочешь ли ты тряхнуть стариной и заявиться на турнир АМС? Ведь Абдулла Эльдаров показал нам на прошлом турнире, что наших ветеранов еще рано списывать. А как ты видишь, Абдулла Эльдаров выступала. Абдулла вообще красавица. Красавица, мы вот с ним поговорили, послушал его, тоже захотелось. Может, мы тебя тоже увидим где-нибудь? Все может быть, но желание есть. Сколько тебе сейчас? 20? 20. Вообще 50. Может быть, если получится начать нормально тренироваться? В принципе, может быть, если выходить, то побеждать. А Аттему Тайнову, кого можно в его категории пройти? Как ты думаешь, кто помог ему в составе, как бы, это? Не знаю, на данный момент очень-очень сильный. Реально сильный. Даже где-то на кого-то на голову сильнее. Стоп. Артему Тайнову, я не знаю, кто. Артем очень хороший. Он прям хороший. Я его видел уже и на карате, и качественный. Прям очень хорошая рука. Я не знаю, с его бешеным стартом, с его опытом, я не знаю, кто ему конкуренции составил. Мне лично было интересно, как выступит Кандик. В интернете его знают как самого сильного школьника, который легко разбирается со взрослыми мужиками намного тяжелее его. Но одно дело выигрывать прохожих на улице, и другое дело бороться с лучшими на первенстве России. Но этот парень доказал, что его не просто так называют самым сильным школьником. Будучи моложе почти всех своих оппонентов, Кандик занял достойное второе место по сумме двоеборья. Ну а героем нашего выпуска сегодня становится спортсмен, представляющий Тверскую область Артем Игнатов, который стал чемпионом России по сумме двух рук. Чемпионского титула этому парню оказалось мало, и он после соревнований решил помериться силами с самим Акимбо. Конечно, Максим Бетаров был забит. Со звездой нашего спорта кто только не боролся. Но Артем тоже не отдыхал все это время. Поэтому спарринг Артем, я считаю, выиграл. Но все мы знаем, что спарринг и реальные соревнования – это совершенно разные вещи. И в реальном поединке со стартом и выставлением Максим Бетаров победил. А как считаете вы, друзья? Напишите в комментариях. У нас в прошлой России я, получается, на правой первый стал, а на левой третий в сумме тоже первый забрал. Ставец под руководством Дмитрия Тимофеева. Привет ему большой. Спасибо, Дима. Тяга не особо. Тягу я 160 тянул. Это было давно. Давай, какой твой вес? Мой вес? Ну, вот на первенстве, получается, 7,7 и 6 был. От груди 130 жалко. Вот на кисти двумя руками я последний раз закатывал. Наверное, где-то год назад я делал это 110. Да-да. Но у меня потом кисть хрустнула. Я от этого упражнения полностью отказался. Я, то есть, получается, только теперь через блок делаю кисть. Давно выступаешь в Тверскую область? В Тверскую область полгода, наверное, где-то. А до этого? До этого за Московскую область. В Ташинских медведях выступал. На этом всё, друзья. И в конце выпуска я вновь обращаюсь к вам с просьбой помочь мне провести турнир парам рестлинга среди инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призами достаточно, что не скажешь о соревнованиях среди инвалидов. Поэтому прошу всех вас помочь мне в этом добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно перечислить по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Пишите своё мнение в комментариях, ставьте лайк, если понравился ролик. И обязательно поделитесь этим видео у себя на страничке в социальных сетях. Это важно для меня и алгоритмов Ютуба. Для вас работал чемпион мира по пароармрестлингу Зинятуллин Руслан. Текст читал Берсеркер 13. У меня также есть свой канал про армрестлинг. Ссылка в описании.